Всех приветствую, я Донис. Мы продолжаем проходить Вальгалу. Мы узнали, где находится предполагаемый убийца, но сначала мы идем поговорить с Модром. Она рядом с Роллен Дричем. Леса здесь великолепные, просто прекрасные. Такие, знаете, настоящие, истинные, фэнтезийные, британские. Ну и над звуком, конечно, ребята поработали великолепно. Это круг камней вроде как, да? Этих штук в этом краю очень много. Вижу, Модран. Не вижу преград. Добро пожаловать, дитя божье. Я Брэндон из Ирландии. Я видел свет этих камней и слышал их голос. Здесь его знаки. Здесь со мной вновь говорил второй голос, и был он выше многих. Послушай, что я узнал в молитве. Давным-давно была Великая Война. Потомков богов, что жили до потопа. Я молюсь за этих мятежных ангелов. Ну тут росписей никаких нету, видимо, пока что. Меня ищут по всему ширу? Не совсем, хотя лучше не подходить к городу и не снимать маску. Но тело Теудора так и не нашли. Той ночью я лишь пил и веселился. Мало что помню, но мы с Теудором точно не ссорились. Печально слышать. Халливин что-нибудь тебе рассказал? Он дал травы мужчине из Кит-Ладрана. Гвиляму, который пил со мной и Теудором. Кит-Ладран Павалийский тайник воров. Это на холме к западу отсюда. Могу тебя проводить. Я перед тобой в большом долгу. Ты не обязана была мне верить. Я тоже беспокоюсь о Теудоре. И хочу разобраться в том, какая напасть его постигла. Пока мы здесь, я хочу взглянуть на священные камни. Здесь сильны древние боги. Я не раз внимала здесь их тайнам. Скажи, когда будешь готов уйти. Так, хотелось бы их собрать, конечно. А, я уже, видимо, сделал это задание, выполнил. Ммм, понятно. Ты готов отправлять? Значит, идем. Я найду Гвиляма и верну себе доброе имя. Этот лес кажется диким, как и весь Глостершир. Я будто проехал верхом через врата в совершенно другой мир. Да, здесь живо старое колдовство, которое хотят искоренить Теудор и его церковь. Теудор хотел перемен. Думаешь, поэтому его похитили? Здесь многие хотели бы занять место Элдермена. Это мог сделать любой из них. Но боги же посылают тебе знамения. Ты ничего не видела? Только дынь. Здесь нет других данных, которые могли бы быть в этом замешаны. Тогда бы мы уже давно услышали рев их рогов. Наш народ не слишком скромен. Языки остры, как топоры. Всякие данные есть Эйвор. Видимо, ты многое забыл же. Ох, какой вид на горы открывается, да? Кит Ладран, тайник воров. Здесь я тебя оставлю. Ты будешь в безопасности? Неподалеку есть святилище. Если понадобились, ищи меня там. Да хранят тебя боги. Ну. Прикольная штука. С коня убийства. Не самое простое. То есть, когда я вот так вот делаю, я не могу управлять уже. Ну что ж, осмотрим этот тайник воров. Кит Ладран. День только слишком яркий для таких дел. Ну что ж. Настоящему убийце ничто не помеха. Попробуем там где-нибудь залезть. Здесь полно стражников. Блин, зараза. Да зараза. Хорош. Приберемся тут маленькое. Маска у меня то появляется, то пропадает. Небольшой баг. Покажи, что там впереди. Скорее всего, он в этом доме. Научился этому у дочерей Нимуя. Они умеют исцелять. Должно унять боль. Спасибо, Феррен. Ты сильно мне помог. Голос Телдора. Он жив. Это была инсценировка. Очень интересно. Слушайте, эта голова тоже хороша? Зараза, ходит там. Кто там кричит? Никто не должен был ничего заметить. Думаю, Гвилем прячется здесь. Да ладно! Что ж вы такие хорошо видящие? Не, я переиграю. Что ж такое? Почему они так хорошо видят? Ну день, да, логично, в принципе. Надо идти ночью. Дневная работа, это, конечно, несерьезно. Блин, как все-таки в этой игре все удобно. Если бы я играл в Red Dead Redemption, не надо было бы помедитировать. Пришлось бы за 10 километров, хрен знает, куда идти, там 10 часов на это потратить, и все равно потом будет написано, что рядом что-то происходит. Вы не можете отдохнуть. А тут все четенько, как положено работает. Так, не будем на этот раз убираться. Голос Телдора, он жив. Сразу. Когда целиться начинаешь, все сразу видят. Кто там так смотрит хорошо? Рожь. Заразы. Ночью другое дело. Думаю, Гвилем прячется здесь. Все хорошо. О, нет. О, нет. Да, уж, о, нет. Эйвор, так ты жив? Пощади, мне приказали. Элдер Мэн Киннон. Он заплатил нам за убийство Телдора. Верните ему серебро, наемнички. Убить это не смогли. Зря ты решил свалить все на меня, Гвилем. А мы подумали, оставим парня в живых. Тогда Киннон заплатит еще больше. За тайну. Как круто вышло, а? То есть, Киннон не хочет умирать на самом деле. Поэтому он такой довольный был. Я умираю. Ну что поделаешь? Я за этим смирился. А у него коварный план был. То есть, если умрет следующий Элдер Мэн, то его убивать уже не станут. Зачем Киннона убийство Телдора? Его же преемника. Мы не спрашивали. Чем меньше знаешь, тем лучше, нет? Решили вымогать серебро, но не выяснили, за что именно? Вот вы дураки. Слушай, мы не убили бы парня. Даже прикипели к нему. Подтверди. Мы тебя берегли. Это все Киннон? Зачем? Я же... Боги, он умер! Эй, ты, просыпайся! Скажи Дану, что я сам кормил тебя с рук. Прочь, дурак! Слушай, Эйвор, мы ведь друзья. Пили вместе, да? А помнишь цыплят? Еще слово, отрежу язык. Телдор нужен целитель. Его лечили припарками с навозом. Но те, кто похитил меня в прошлый раз, и того бы не сделали. Спасибо за помощь. Смотри, не попадись в третий раз, когда сбежишь. Тебе спасибо. Такие хорошие похитители, да? Спасибо. Даже похищенных защищает. В прошлый раз, когда меня похищали, все было хуже. Когда очнулся в их логове, думал, что мне конец. Тише, Телдор. Ехать долго. Тимон? Приказал убить меня? Ничего не понимаю. Он ведь был мне как отец. Я спрошу его сам. Я не слушал, когда он говорил, что язычники не хуже нас. Что жить мирно можно и с несколькими богами. Один лик или много. Это не важно. На помощь! Нам всем повезло жить в лучах его славы. Сменил мнение, Теодор? Сменил. И повязку тоже надо сменить. Записи Теодора. Дерьмо, овечье! Была бы моя воля, я бы уже отправился в Рим, чтобы служить ему. Но вместо этого я обречен умереть и без господа, и без женщины. Теряса. Спасибо. Очень признателен. Так, теперь надо уходить отсюда. Зараза, нет! Куда ты идешь? Зараза, он смотрит! Все, заметил. Холера. Ну! Встал о проходе, молодец! Может, он забудет? Или такой уже не забывает? Так, лук надо поменять. Где он? Куда он идешься? Некоторые вещи никогда не меняются. Да ладно, он замер... О-о-о-о-о! Ладно, пойдем их убивать. Вот скотина! Нет, стелс тут как-то не очень круто играть. Все-таки эта игра провоцирует именно воевать. Встал ого-о-о-о! Просто не убивать. А-а-а-а! А-а-а-а! Ух! Ух! Вот скотина! Все! Больше желающих нету! Зараза! Еще и запертый сундук! А вот и ключик! Блин, надо залезать! У меня же много слитков вольфрама! Надо снаряжение это докачать! Так, ну все, вышли! Я думаю, развязка тут будет очень интересная! Я уже представляю лицо старого элдермена, когда он увидит нас обоих живыми! Девушки отдыхают! Его лихорадит! Он впадает в беспамятство, но еще жив! Неужто гниль попала в кровь? Жаль, очень жаль! Его похитили те люди? Они говорят, что их нанял Кинон! Так это Кинон? Не знаю почему, но он заплатил за убийство Теодора! Сама видишь, как они справились! Кинон с мальчиком были схожи! Истовые христиане, что спорили со мной о природе жизни! Но он стал мягче! Люди часто творят зло ради власти и чтобы выжить! Может, он хочет предать огню Теодора? Разве в жертву приносят не вождя? Если назвать мальчика элдерменом посмертно, обычай не будет нарушен! Значит, нужно остановить Кинона! Ты залечишь раны Теодора? Я неплохая целительница! Но если боги ждут его, мне не помешать им! Эйвор, что ты сделаешь с Киноном? То есть, вот как идиллия на крови! Да, я сразу понял, что-то не так! Почему он такой счастливый был, этот элдермен? Я раскрою его обман! Пусть народ решит, достоин ли он славной смерти! Ты пощадишь того, кто очернил твое имя? Отвечу ему тем же! Пусть на мерзавца плюнет даже его бог! Твоя решимость крепка! Тогда скачи, как Рианон! Спасибо, Модран! Присмотри за Теодором! Нужно отыскать Кинона до конца праздника! Да, круто! Отличная голова! Руны! Персонажи хорошие! И местность, и сюжет! Шик! Там способность осталась! Так, надо взять! Отмщение Тора? Так, что это у нас? Удерживайте кнопку, чтобы накопить силы для сокрушительного удара! Он будет тем сильнее, чем дольше вы удерживаете кнопку! Улучшение! Можно накопить силы два раза подряд! Чтобы совершить еще более мощный атак! Ну... Не хочу таким пользоваться! Я люблю, чтобы все прямо резко было динамично! Поэтому нафиг надо! Так, запись! Подсказочка! Ха-ха! Иан Берт, страж закона! Потом про него почитаем! Хм... Эту ветку мы почти полностью раскрыли! Скоро мы узнаем, кто такой Тиски! Давайте-ка займемся побочными заданиями! Чтобы мысли о последних событиях улеглись в голове! Тут не стоит слишком спринтовать! Вот-вот, рожу! Чего? Траза волчара! Блин, конь! Эй, это моя фраза! Хе-хе-хе-хе! Ребенок на подходе! Есть тут повитуха! Я тебя провожу! Обойдусь сама! Помоги мне подняться на тот холм! Дальше я справлюсь! Что? На вершину холма? И ты хочешь справиться в одиночку? Да! А-а-а-а! Я заползу на этот холм, даже если умру на нем! Если понесу тебя на руках, наврежу ребенку! Лучше поедем на лошади! А-а-а! Ты не обязан мне помогать! Но спорить я точно не стану! Бросить в беде женщину на сносях было бы бесчестно! Почему тебе не помог отец ребенка? Потому что он божество! Мог! Бог леса! Пленил меня своей песней в праздник солнца! Ты и вправду легла с Богом? Да! И что с того? Мария понесла Христа от касания Бога! А Бог Данов, говорят, спал с конем! Локи! И он был в облике кобылы! Тебя ведь не взял какой-нибудь Бог Скакун, верно? Нет! То был человек! Но я уверена, что это не простой смертный! Хоть я и... Хоть я и... Нет! То был человек! Но я уверена, что это не простой смертный! Хоть я и не смогла увидеть его при свете дня! А нам туда! На тот холм! Ну давай, полезай! Локи спал с конем в облике... Кобылы? Что с тобой не так, женщина? Хе-хе-хе! Давай, залезай! Так Локи не просто за Филом был, это как назвать вообще? За нами идут! Постой! Тя, где этот холм? Дитя без отца! Ах! Пусть растет здесь! Подальше от города! Я ведь не замужем! Сколько будет сплетен! Ах! Сплю с богами лесов, живу среди зверей! Почему бы уж тогда не стать ведьмой? А ты что думаешь? А больше для этого ничего не нужно? Мы почти пришли! Можешь оставить меня на ступеньях храма, если хочешь! А дальше я уж справлюсь! Если брошу тебя, ты истечешь кровью или пойдешь на корм волкам! Я помогу тебя родить, раз бог-любовник не придет! Ой, это вряд ли! Я ведь сбежала после нашей встречи! Ох! Спасибо! Ты ко мне куда добрее, мои родни! Мы добрались до храма! Как думаешь, твой божественный любовник сможет нас найти? Меня обрюхатил не бог, а обычный, скучающий смертный, как и я! Вряд ли он захочет растить наше дитя! Ясно! Значит, мы займемся ребенком! Дыши глубже и расслабься! Потерпи! Я сооружу палатку! Айвар хорош! Жизнь! Ты отлично справилась! Здоровая девочка! Хорошо кричит! Как воин! Девочка! Я не знаю, как называть воинов! Может дадим ей твое имя? Малышка Эйвор Эрмина, я везде тебя искал Бран сказал, что ты убежала И я перепугался О, это Значит Так вот твой бог-любовник Что-то он хлипковат Бог-любовник? Это похвала моим умениям Или просто оскорбление? Иди, Мок Наши семьи никогда не одобрят Этот союз Так что если не хочешь опозориться, забудь меня Это уж решать мне самому Плевать на позор, если нам остается только жить в лесной хижине Пусть будет так Домик в лесу вполне подойдет Ведьме с дочерью Прикольное событие Мне понравилось Эта девочка, она воин Прямо знаете, так Как феминистки какие-нибудь С такой яростью, прямо она воин Это женщина сильная Но, никаких но Эта женщина, она воин Она сильная Прямо жесть Вот эта игра Прямо пропитана этим Знаете Она как бы пытается С пеной у рта доказывать Женщины сильнее Женщины сильнее мужчин Мужики все слабаки Плохие Вот женщины Настолько приторно И искусственно Ох, старые добрые камушки Ох, вид-то какой Да Нет, нет Вон тот камень Эйвар Большой Вот так Сигурд, тебе нравится снег? Пожалуй Я Я мерюсь с ним Мне нравится Жаль, что нельзя набрать его под кожу Обложить ему кости Чтобы он окутал меня тишиной Как землю Окутал тишиной? Ты прямо скальт Да, снег успокаивает Если бы все просто смотрели Как падают хлопья мягкого снега И молчали Было бы куда лучше В снегу не посеять семян Это я знаю точно Неужели так быстро получилось? Красота Мэн Кэти Ну что ж Теперь можно и в Глостер Нужно найти Кинона Прежде чем меня заметят Начну с длинного дома Праздник еще не начался Пока есть время поискать Кинона Так, опять день у нас Вот Так, наши шансы повышаются Продолжение следует... Пьяница, лишним не будет Пойдем, выпьем чего покрепче Да Давай выпьем Прости Где же ты, Кинон? Здесь его нет Может кто-то его видел? Записка о самойне Готовьте малышей к празднованию самойна Вырезанные репы, угощения, веселые игры Начинаем на закате с общей молитвы А, Бригитта Прочищу уши Возможно смогу разобрать хоть одно ее слово Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Вещи стали сложнее Ты нашел что-то? Ков? А, спасибо А, видимо ты нашел Телдора, она сказала Я нашел Телдора, он жив Нужно поговорить с Ки... Бригитта, я нашла брошенное гнездо в стропилах Принесу его домой, матушке Если ты его дать И папины фильтруют все, а лея кор... А, это ты Убийца в Самайн Убийца в Самайн Неважно Гвенит, я ищу Кинона Ты его видела? Он занят праздником И прогнал меня к Бригитте Хочешь посмотреть, какие чары я теперь знаю? Если я соглашусь, покажешь, где Кинон? Одно заклинание, и все покажу Так, засунь руку в мешочек И сейчас у тебя в руке три камушка Это поразительно, но нам очень нужно найти Кинона Идем, найдем его скорее Вон там церковницы Праздник им не нравится Мама говорит, что они приходят покудахтать Показать еще чары? Могу достать желудь у тебя из уха Мне нужно найти Кинона, это важно Как скажешь, убийца Я Эйвор Расскажи мне о себе, Гвенит Ты не похожа на других девочек Мама говорит, что второй такой нет и не будет От зари мира и до конца всех скорбей Ты гуляешь совсем одна? И мать тебя отпускает? В праздник она благословляет стариков и камни Сколько та? А твой отец, Гвенит Где он? Об этом не принято говорить Но я родилась от союза матери с рогатым королем лесов Кернуном Вы с Бригиттой близки? Она мне как старшая сестра Но мы вряд ли вновь увидимся Когда она уйдет с тобой и Гуннером Чем ты занимаешься, Гвенит? Собираю мертвое для маминых обрядов Приношу ей всякое Птиц, мышей Жуков Еще танцую и говорю с кошками Отличное занятие Нужно найти Кенона Ой, дела Зачем той женщине маска в полоску? Маска-барсучихи Их носят дамы, что тут заправляют Знаешь, где Элдермен Кенон? О, твой ужасный лик напугал меня Солнце зашло И Кенон отправился молиться в церковь Мне нужно с ним поговорить Не важно, о чем ты хочешь с ним поговорить Все это подождет до утра Он заперся И ключ лишь у Гевы А Гева пустит меня? Ей приказали не пускать никого Но вряд ли она даже с этим справится Гева из тех, кто и свою голову позабудет Спасибо за помощь Поговорю с Кеноном завтра Так, говорят, ключ у какой-то Гевы Нужно ее найти Что ты видишь, Сюнин? Так, там, скорее всего Или еще поговорить с кем-то можно Расскажи мне о себе, Гринит Все то же самое Знаешь, где Кенон? Должен быть в плетеном человеке Но нет Плетеный человек, видимо, для сожжения Кенон? Для тебя Кто угодно Так, как проникнуть внутрь? Осмотрись вокруг Видимо, из этой башни мы не попадем Нужно искать другой вход Видимо, без убийства тут не обойдется Или двух Зараза Так, ключ Она говорила про ключ Мне нужна Гева Что видишь, Сюнин? Так, а вот тут что такое? Прошу, Святой Кен, прошу, если можешь, даруй свою силусть старому грешнику Кенон внутри Мне нужно как-то туда попасть Ну, тихо, видимо, тут не получится О, ты где лживый подлец? Эйвор Скажи, тебе Тебе по-норову наше праздненство? Довольно притворство Теудур жив И я знаю, что ты хотел принести его в жертву вместо себя Думаешь, я хотел избежать костра? Я с радостью взойду на него Но не позволю христианину-фанатику править Гластером И что тогда? Ты хочешь лишить людей правителя И обрушить на них кору церкви? Не волнуйся, у нас будет правитель Модран примет рогатый венец Хочешь сказать, что Модран солгала? Ха Мы обвели тебя вокруг пальца, не так ли? Эйвор, это Модран придумала, как убить Теудура? Все ради того, чтобы заполучить Гластершир? Удержать его будет непросто, вас окружают христиане Выбора не было Она узрела Теудура с пламенем за спиной Он жег все, что мы создали вместе Все Вы с Модран? Значит Квинет? Перед смертью нужно привести все в порядок Подготовить гнездо детям Блин, круто! Офигенно сделали все Да, я их могу понять Не хотят прихода христианства Но боюсь, это война, в которой они не смогут выиграть И в любом случае, так воевать нельзя Плюс они еще и Эйвора подставили Так что вы с этой ведьмой задумали? К чему обманывать меня? Чтобы обеспечить жизнь своей дочери? Я возжелал Модран И когда она попросила меня поучаствовать в обряде плодородия, согласился Наш союз породил не только Гвенит, но и единый Гластершир А Теудор жаждет его уничтожить Тут Тэши и Псюкинан Теудор изменился И мыслит подобно тебе Теудор? Но он упрям, как осел Это ты его вразумил? Не только я Доброта разбойников и странные бриты Он принял Христа и Кернуна Эх Пророчество странная вещь, да? Теудору хватило похищения и помощи упорного дата Эйвор, Модран повела Теудора в свое лесное святилище Если поспешишь, успеешь ей помешать Я отвел бы тебя сам, но у меня слишком много дел Иди же Или ты хочешь меня убить? Никого не будем убивать И Модран не хотелось бы убивать Она все-таки мудрая, интересная женщина Вообще глава офигительная Вот в рамках того сеттинга И вообще в тех рамках, в которых делают эту игру Я не уверен, что можно сюжет лучше написать По-моему, тут великолепно все Ты и так скоро умрешь Я не стану карать народ за твои проступки Спасибо, Эйвор Твоя милость вознаградится, я уверен Крутяк Мне это очень нравится Жертвенный Агнец На этом серия заканчивается Всем, кто смотрел, благодарствую До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok